Фармацевтическая отрасль перейдет на совершенно новый мировой уровень развития. Президент Узбекистана подписал постановление о создании инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Ташкентфармапарк». Судьи документа раскроют в комментарии программы. Нынешнее состояние фармацевтической отрасли не позволяет удовлетворить потребности современного здравоохранения, а также решать проблемы снижения заболеваемости и смертности населения. Да и по номенклатуре выпусками продукции мы сильно отстаем от развитых стран. Особенно ощущается нехватка социально значимых лекарств, хирургического инструментария и других материалов, используемых при высокотехнологичных операциях в различных направлениях медицины. Сами фармацевтические компании тоже не стремятся разрабатывать новые лекарственные препараты. И поэтому доля импорта лекарственных препаратов до сих пор чрезвычайно высока. К примеру, в 2018 завезены медикаменты на 800 миллионов долларов, в 2019 на 730 миллионов долларов. Исправить ситуацию не просто нужно, это жизненно важно. Для этого в Кибрайском районе столичной области создается инновационный научно-производственный фармацевтический кластер «Ташкент Фармапарк». Соответствующее постановление уже подписано руководителем нашей страны. Готовился документ долго. Продумывались все детали, чтобы и международный опыт впитать, и потенциал, сферу учесть и расставить все организационные акценты. Итак, кластер включит в себя научную и практическую составляющие. Будут созданы фармацевтический и технический университет и промышленная зона. Университет по подготовке специалистов фармацевтической отрасли, косметологии. Также будут готовиться специалисты в бизнес-направлениях. Он будет создан по международным стандартам в виде кампуса. И туда будут входить научно-исследовательский центр, R&D-центр, собственные лаборатории. Там же будут преподаватели как обучать студентов, так и проводить научные исследования. То есть научно-исследовательский центр и университет — это будет одно целое. Тогда наша отрасль получит квалифицированных специалистов уже с университета. Также в этом кластере планируется создать промышленную зону совместно с международными фармацевтическими компаниями, где те инновационные продукты, которые разработаны нашими институтами, будут коммерциализированы в этих производственных площадках. Будут созданы все условия для студентов, для научного персонала, для промышленных предприятий, все необходимые коммуникации для производства. Для разработки новых видов лекарств будут закуплены новейшие лабораторные оборудования. Почему такой солидный перечень инфраструктуры? Цели просто высокие. Данный кластер призван придать мощнейший импульс как углублению научных исследований, так и производству действительно качественной продукции. Вот и задачи в документе определены конкретно. Для кластера — это развитие фармацевтической отрасли путем внедрения инновационных решений, ноу-хау и высоких технологий. А для фармтехуниверситета — подготовка квалифицированных кадров в области производства лекарств, изделий, медтехники, косметологии, управления отраслью и бизнесом в соответствии с международными образовательными стандартами. В одном месте будет сконцентрировано и научное исследование, и подготовка кадров, и апробация работы по созданию новых лекарственных препаратов. С появлением таргетной медицины, биотехнологии, микробиологических препаратов, там развивается биологическая составляющая по разработке лекарственных препаратов. Именно здесь будет в комплексе решен ряд вопросов не только по подготовке кадров, но и научных исследований, а также по созданию новых лекарственных препаратов, лекарственных форм, и они будут здесь же апробированы. И это не с потолка взятая система, которую необходимо еще проверять. Мировой опыт вполне конкретен. Вот, к примеру, промзона. Подобные уже действуют и показывают высокую эффективность Великобритании. На базе Кембриджа там 70 участников и 5000 рабочих мест. В Германии, в Мюнхене, в Дюссельдорфе и Майнце 214 участников и 115 тысяч рабочих мест. В швейцарском базе ли сконцентрировано 60 участников и 40 тысяч рабочих мест. Это лишь часть стран, оценивших и использующих такой подход. Мы следующие. Реализация проекта началась с того, что мы изучили опыт международных кластеров, а также стран дальнего и ближнего зарубежья, где форматическая отрасль показала наибольший рост. Предположим, Южную Корею. Там создали очень успешный проект, биоформатический кластер ОСОНГ. Он показал хорошие результаты в части того, что в Корее начали появляться инновационные производители лекарственных препаратов и медицинской техники. Реализация данного проекта даст нам возможность привлечения международного опыта в фарматическую отрасль Узбекистана, подготовки новых кадров. Это даст новый рост для появления на нашем рынке инновационных препаратов и современной технологии. Мы начнем интеграцию международного сообщества кластерных решений. Утверждается документом концепция создания кластера, в которой учтены цели и задачи взаимодействия с партнерами. Также разработан подробный план практических мероприятий, включивший все нюансы от выделения земли до вовлечения инвесторов в проекты. Данный проект является уникальным, так как не имеет аналогов ни в Узбекистане, ни в странах ближнего зарубежья. Финансирование проекта будет за счет заемных кредитных средств, также за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. Научно-образовательная часть кластера будет реализована в два этапа. За счет привлечения льготных кредитов фонда EDCF и Ксимбанка Кореи. Промышленная зона будет профинансирована за счет прямых иностранных инвестиций. Здесь приоритет будет отдан корейским фармацевтическим компаниям в первую очередь. В целях координации деятельности госорганов в реализации инвестиционных проектов на территории кластера создается попечительский совет. В него войдут Министерства инвестиций и внешней торговли, Минздрав, Мининовации, фармагентства, деятели науки и крупные заказчики кадров. И напоследок еще пара серьезных вопросов. За счет средств внебюджетного фонда поддержки и развития фармацевтической отрасли при фармагентстве собственнику зданий и сооружений будут на 100% возмещены все убытки. С этого же источника будет оплачиваться труд привлекаемых зарубежных экспертов и консультантов. Наших же отечественных специалистов и педагогов с мая 2020-го отправят в Великобританские университеты Данди, Деманфор и Сандерленд, а также в корейский Аньянг для повышения квалификации и применения полученных знаний в организации работы кластера. Предусмотрено проведение различных симпозиумов, конференций. Вся система научная и педагогическая система кластера будет интегрирована в международное сообщество. Это все ведет к тому, что фармацевтический кластер «Ташкент Фарма Парк» будет рассматриваться как фармацевтическим хабом в Центральной Азии. В целом, по прогнозам, реализация проекта позволит отладить на территории кластера функционирование наукоемких и высокотехнологичных производств, обеспечить фармацевтическую и смежную отрасли профессиональными кадрами, создать передовую научно-техническую базу для развития исследований и разработок и, главное, сформировать первый в стране наукоград в области фармацевтики.